Добрый день! Сегодня я нахожусь на реке Березина. 19 октября, понедельник. Идет мелкий дождь, давление 751 миллиметров артутного столба, влажность 99 процентов. Первый раз в жизни хочу опробовать снасть под названием Збирулина. Вот первый мой заброс. Первый заброс жизни. Стоит бомбарда, плавающая, 20 грамм. Поводок. 0,18. Поводок где-то полтора метра, наживка 5 опарышей. Ох, блямкает. Рыбачу я на фидер. В смысле не на фидер, а стоит у меня фидер на удилище 3,6 метра. Делаю проводку. Бомбард у меня два вида. Есть тонущие, но вот решил попробовать пока на плавающую. Бомбарда 20 грамм. Но не слышно никаких всплесков, ни жереха, никого. Вот. Похоже, рыба стоит, наверное, в толще воды. Сейчас у меня плавающая бомбарда 20 грамм. Но, наверное, надо менять на медленно тонущую. Вот. А уже закидывать приловчился так. Приятно рыбачить. Такая ходовая рыбалка. На месте не стоишь. Забрасываешь далеко. Красота. Одной рукой. Раз. Оба-на. Есть. У меня плетенка 0,13 с фидерной катушкой стоит здесь. Ну и еще шок-лидер, наверное, чуть меньше 10 метров. Поплывок хорошо видно. Жалко, что вот с собой не взял дробинку. Надо было дробинку взять, повесить. Потому что опарыши где-то в небольшой, наверное, сантиметрах 20 от поверхности находятся. Наверное... Сейчас буду менять оснастку на тонущую. Но для моего фидерного удилища поставил вершинку с тестом 40 грамм. Так что двадцатка бомбарда это... Пуля. Еще разик кидаем. Красота. При желании можно и к тому берегу жахнуть. Погода и влажность 99 процентов. Осень 19 октября. На реке никого. Тишина. Никто не мешает. Красиво. Все. Будем менять оснастку. Перевязал бомбарду. Поставил медленно тонущую. Из своего арсенала, который я купил. Вот она такая прозрачная. Сейчас я посмотрю, как она тонет. Нахожусь тут у ямы. Ух, сразу и тонет. Поводок оставил тот же. Сейчас попробуем забросить ее. И провести по этой яме. Как она ведет себя? Не знаю. Сейчас посмотрим, как она тонет. Ничего не вижу. Вода уже мутненькая стала. Сделал еще забросик. Первое впечатление нравится она мне. Вернее, такая охотовая рыбалка. Ага, тут же уклейка появилась. А то такая тишина на реке. Как будто тут рыбы нет. Как будто рыбы нет. Но надо медленно водить ее. Вернее, вести. Потому что она медленно тонет. Медленно тонет. Коровы ходят по тому берегу. Медленно тонет. Поставил маленькую вертушку. Беленькую. Поклевку. Ничего в никаких поклевок нету. Немножко добился техники ловли. Вернее, техники закидывания. Перед самым концом надо удилище выводить в перпендикулярную сторону. Чтобы катушка. То есть леска, чтобы укладывалась нормально. Без всяких провисок. Маленькая она. Надо, конечно, еще добиться техники. Проводки. Ну что можно сделать? Первый блин, как говорится, комом. Вот. Тихо стало, хорошо. Ни одной поклевки я не увидел. Вот маленькая плесенка, на которую я сейчас обратно шел в парике ловил. Ну что, будем стараться еще рыбачить. Вечер. 19 октября. Поводок полтора метра опарыши. Бомбарда медленно тонущая. Еще 0,5 грамм грузик подцепил. Конец. Понял. Снижение! Продолжение следует. Продолжение следует. Наталья. Но в зависимости от того, как я Заброс. На реке тишина. Заброс. Легали. Ещё раз запросик. Как пуля летит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Начинают плёскаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Хорошо играет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok